МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решение одной проблемы путем создания другой. Чем обеспокоены жители села Кокрек Хасавертовского района, смотрите через несколько минут. Точка отсчета новой жизни и нового этапа в истории. Сегодня исполняется 99 лет со дня образования Дагестанской АССР. Две школы закрыли в Кизляре из-за массового отравления детей. На три дня приостановят свою работу школа номер 7 и гимназия номер 6. В которых обучаются почти 2,5 тысячи детей. Такое решение приняли городские власти. За это время в учебных заведениях планируется провести противоэпидемиологические мероприятия. На данный момент госпитализированы почти 200 человек, половина из них – дети. Расследуется уголовное дело. Питьевую воду привозят автоцистерны. Напомним, причиной массового отравления стала некачественная вода, поступающая по водопроводу. Крупную партию незаконно добытой рыбы, стоимость которой оценивается в 30 миллионов рублей, задержали пограничники в Кизлярском районе. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике. Недалеко от населенного пункта Брянск были задержаны четверо граждан России в момент перегрузки мешков из резиновых лодок на берег. В мешках обнаружено 230 экземпляров, запрещенные к вылову рыбы осетровых пород общим весом – около 700 килограмм. По данному факту проводится проверка. В минувшем году Дагестан добился рекордных показателей по объему вылова рыбы. Как сообщают в Управлении Росрыболовства, улов этого года стал самым большим за последние 30 лет – более 10 тысяч тонн. По сравнению с 2018 годом рост составил почти 30%. При этом эксперты на 2020 год прогнозируют еще больший прирост. Увеличение вылова связано в основном с развитием на Каспии судового промысла кильки. Решение одной проблемы путем создания другой. Так можно описать ситуацию с каналом, проходящим через село Кокрек Козавиртовского района. Он был очищен от мусора, но отходы, к сожалению, так и остались неубранными с территории села. Да. Жители муниципалитета полагают, что мусор может вновь попасть в канал, тем самым вызвать новый засор. А собственными силами проводить работы по очистке жителей села не в состоянии. Абдулла Алиев продолжит. Долгое время село Кокрек и соседние населенные пункты страдали от нехватки воды. Их водный канал был загрязнен настолько, что для отживительной влаги просто не оставалось места. В сентябре прошлого года канал был очищен. Стоит отметить, что за это жители благодарны. Но остался нерешенный вопрос с извлеченным из канала мусором. Он так и остался лежать рядом с руслом гидротехнического сооружения. Вот буквально недавно у нас вот эту каналу чистили. После чистки канавы здесь за собой не убрали. Вот такая проблема есть, когда люди выполняют свою работу, за собой обычно люди убираются. Жители села беспокоены, что не убранный мусор может свалиться обратно в канал. Тем самым, вновь создав еще большую проблему для всех жителей. Они надеются, что ответственные за канал лица доделают до конца свою работу. Канавы почистили. Мы благодарны за эту работу. Вот смотрите, ну, к частности кое-что-то и осталось. А так мусор, то, что сняли с канавы, бросили и испортили канаву, попортили. Вот смотрите, на территории канавы вот здесь мусор везде. Эти же дети наши купаются во время сезона, как вода будет в канаве. И они будут сбрасывать и опять же заполнять. Никто самовывозом не занимается. И населения нет у нас таких техник, чтобы их вывозить и делать. Несомненно, те или иные нерешенные проблемы есть в каждом поселении. Но в этом населенном пункте люди пока еще не теряют надежды, что в скором времени их наболевшие вопросы решатся в кратчайшие сроки. Абдулла Алиб, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, село Кокрек, Хасаиртовский район. Точка отчета нового этапа в дагестанской истории. Сегодня исполняется 99 лет нашей республике. Почти век прошел с того момента, когда дагестанские народы впервые обрели подлинное государственное единство. Какой период в жизни Дагестана горожане считают наиболее благоприятным, и что сегодня, по их мнению, остро нуждаются в реформировании, расскажет Алина Багилова. 99 лет назад республика получила автономию в составе России. Впервые слово «Дагестан» из понятия географического превратилось в политическое. Знаковым событием стало получение Ордена Трудового Красного Знамени. Им республику наградили за прокладку канала Октябрьской революции за 28 дней протяженностью 50 километров. Наш регион стал первым регионом в стране, удостоенным подобной награды. Благодаря такому знаменательному событию дагестанские народы обрели новые исторические шансы, получили опыт государственного строительства, смогли в короткие сроки восстановить разрушенное в ходе гражданской войны сельское хозяйство, пройдя нелегкий путь промышленной революции. Образование республик Северного Кавказа было затяжным, поскольку здесь шел оккупационный режим Денихинских войск. Поэтому после освобождения Северного Кавказа встал вопрос и о провозглашении автономной республики у нас, провозглашение автономии дало Дагестану очень большие возможности в смысле продвижения экономики, восстановления народного хозяйства, разрушенного в годы гражданской войны. Первые годы республики последующие десятилетия были временем экономического подъема. В то время строились новые заводы и фабрики, реконструировались и оснащались современным оборудованием и техническими линиями старые предприятия. Также происходили масштабные преобразования на селе. В тот период также получили развитие образования, наука, культура и искусство. На сегодняшний день Дагестан – крупнейший регион Северного Кавказа и всего юга России, динамично развивающийся и имеющий самый высокий в стране показатель прироста населения. Для нас было лучшее в советское время. Что не хватает? Сейчас везде воровство воруют, обманывают друг друга. Вот такое. Ничего это не было. Мое поколение, ну вот что говорить, видно, нынешнее и то. Те боялись глаза поднять, когда взрослые проходили. А сейчас идет никакого, нет уважения к старшим. Уже ясно и видно, что сравнение можно было. То были люди чести, слово, дело. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Материнский капитал на первого ребенка можно будет оформить уже в марте или апреле этого года. Об этом сообщают российские СМИ. Сумма выплат на первенца составит 466 617 рублей. Средства можно будет направить на покупку жилья и другие нужды, которые включены в перечень программы. Напомним, что нововведение предложил президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Он также предложил начать осуществлять ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет. В рамках исполнения майских указов президента России воспитателям детсадов Махачкалы будет выплачено единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей. Приказ об этом подписан сегодня главой управления образования столицы Вадимом Дебияевым, о чем он сообщил на своей странице в Инстаграм. Бюджет у столицы на эти цели дополнительно выделено более 70 миллионов рублей. В бюджете России на 2020 год запланировано повышение зарплаты для воспитателей детских садов. Эксперты утверждают, что их труд начнут оплачивать на 5-7% больше. Довести оклады воспитателей детских садов до достойного уровня власти смогут не позднее 2020 года, когда размер плановой индексации составит не менее 150%. На сегодняшний день доход воспитателей остается на прежнем уровне. Самые большие оклады у воспитателей, которые работают в Москве и Московской области. Зарплата у них составляет около 25 тысяч рублей. Одинокую пенсионерку в заброшенном домике посетили студенты и преподаватели Дагестанского гуманитарного института. Нелли Ивановна оказалась в очень непростой жизненной ситуации. По словам женщины, она пригрела котят с улицы и те смахнули на зажженную печку в фанеру. Так и сгорел дом. Женщину спасли соседи, вытащив ее из огня. В итоге она осталась без крова и средств к существованию. Благотворительный фонд «Инсан» объявил сбор на 300 тысяч рублей для восстановления дома Нелли Ивановны. И чтобы собрать необходимую сумму, понадобилось чуть больше суток. Пока построят новое жилье, студенты ДГИ помогают с уборкой участка. Представитель вуза также передал ей материальную помощь. И о спорте. Ведущие рукоборцы республики сошлись на чемпионате Дагестана по армрестлингу. Турнир с участием около ста спортсменов проходил во дворце спорта при ДГПУ. В течение одного дня своих соискателей нашли 18 комплектов наград. В 11 весовых категориях среди мужчин и в 7 среди женщин. Чемпионат проводили по действующим международным правилам армспорта. Положение правой и левой руки двоеборья с выбыванием после двух поражений. Основная борьба развернулась между представителями Махачкалы и Каспийска. Спортсмены разыграли не только кубки и медали, но и путевки на предстоящий в феврале чемпионат СКФО. Дагестанский альпинист Аслан Гаджаагаев совершил восхождение на высшую точку Латинской Америки. Он поднялся на вершину горы Аконкагуа, что находится на высоте 6962 метра над уровнем моря. К покорению альпинист готовился 4 месяца. Для осуществления этой цели он в основном бегал 10-километровые кроссы. Отметим, что это не первое восхождение в карьере Гаджаагаева. Он уже покорил высшие точки Европы, Африки и Австралии. На очереди остальные три континента. Каждый свой поход дагестанец посвящает любимому футбольному клубу Анджи. У меня до этого все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова